К мысу радости Все равно, где бы мы не причалили Не подняв нам старо приснись И тая пора, настаея крас Коли вывераю со страхом и мерою Тобою себе, володар мой час Твоёю покутливой мерою Спастигну жить всё Простябе я хочу Тобою моё ещё нехай опякуется Коханья моё, только я за крышу Мой голос увеку наступным почуется Я думаю, что и с вами бывало такое Смотришь в небо, летит птица Она исчезла из поля вашего зрения А след вы чётко видите След её полёта в небе Вы далеко от моря А на лице вдруг ощущаете дуновение морского ветра Нет рядом скошенного луга А яркий, сочный запах Будоражит ваше воображение Вот так я воспринимаю его прозу и поэзию Впечатление Впечатление, оно бывает гораздо ярче И важнее самого прямого контакта Самого прямого и точного ощущения Впечатление, ведь недаром он в нашей литературе Остался как мастер очень тонкий Который умел сочетать импрессионистическую манеру с интеллектуализмом Вот самое главное То, что он умел делать великолепно И кто-то очень правильно сказал о нём Он шёл по одной дороге вместе со своими соратниками по литературе Но немножко в стороне И это немножко делало его другим Оно делало его удивительным и удивляющим Когда я читаю его произведения То они бередят душу Они волнуют сердце и мысли Его книги, его произведения Замечательного поэта, прозаика, эссеиста, публициста Мехося Стрельцова И ещё вела, вела дорога То хмельная, то дерза И так хотел спознать я много И так хотел сказать мне Бога И ж мать чего я не сказал Я виноват, что с крухой змучен Что даль юначую зову А ты даруй Я с этой кручы хилю повинна голову Что хотел я И что я мог Вонь и кани на гнёзды пали Завивался над вёской дымок Недя косы клепали С повагой Сдобыть куточек У ихним сердце Дорогим Воронецким Знайсти куточек у сердца Нашего поколения Михай Стрельцов Знаходил такий куточек У Шукшинани, где в ягодённиках Есть такий запись Я стою одной ногой на берегу А другая нога в лодке Вот в таком положении я и нахожусь То есть между городом и деревней Но все истоки творчества Как одного, так и другого Были именно там В 1983 год Сядем мы босые на лавцы На даче Татьяны Дмитриевны Орловой У Ждановича Разважаем про то и про сё И рапта Михайс скажет Вот некая дзивная рысачка Зявилась у нас у беларусов Як только добрался до корыцца Так у всех остальных Лучом Во все баки Я скажу Ну, это не только у беларусов Не, а ля чаму у беларусов Я сядзин эпизод Михайс разглядывал мои картины Была такая акварель Маленькая вёсачка Каля озёрка И падымаецца бусил И летит як бы на солнце Он так долго глядёл Пашля кажа Гэта моя тема Я говорю Ну, забирай Забрал я на картины Навесело я в кабинете И неде за два тыдни До его смерти Звалилась и разбилась Учцент Эта местычная речь Яке могли быть С такими людьми Такого внутреннага накалу И масштабу Могуць отбываться дзивосы Я просто в этом упэлненэ Згасаешь? Ну, згасай Наво, што врушыць В угольне шэре Каб искренку побачыць Зникаеш? Ну, зникай Хоть горка на души Хоть ведаю, што гэта врэшчэ значыць Знемелый боль Вихтаецца в вачу Паздрадницку слязу Расинкою гайдая Не, плакать не хочу Смеяться не хочу Зацявся и маучу Хай так тяжа Спадая Я назову несколько произведений Михася Стрельцова Но тот, кто не читал их И не знает его творчество Это ничего ему не скажет А вот кто любит и знает Творчество этого поэта и прозаика Тому эти названия скажут многое В 1962 году он выпустил свой первый сборник рассказов Который назывался «Голубой ветер» Потом был куст можжевельника Потом сено на асфальте И, конечно, «Мой свет ясный», «Мой свет ясный», Который был удостоен в 1986 году Государственной литературной премии имени Янки Купалы И еще есть произведение, которое считается культовым «Смоленье Випрука» Это произведение действительно этапное, как и «Сено на асфальте» Первое – о том, как приживается душа деревенского парня в городе и рвется домой А второе – это описание древнего обряда «Смоленья Випрука» Он писал эссе «Загадка Богдановича» О своем любимом поэте Потом печать мастера Его переводы Произведения Чингиза Итматова Поэтов Италии, России Латиноамериканских поэтов И критические статьи И казалось, что все это Он делает очень легко и изящно, не напрягаясь Но как он это делал, как он это создавал, знал только он Поэднай, початок и конец Озраться памяти склепенней Ко под ими стали поломнеть Ясница, минулое им гненней Мы отчуть их можем Не вернуть с их Быть тем доступно-недоступным И их, что в дни однолького живуть У минулым, сенешним, наступным СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хотел я б с тым змаленства хлопчуком Своя гады в дорозе поравнявши спаткаться Тарганей он плечуком светло в очей Навокол разославши Не учим, не учим, он тут не виноват И я ему николички не винин Хачу побачить только той пагляд Его пагляд Я помню, был он синим Это для меня самые Такие любимые строки Михася Стрельцова С которым я имела счастье Быть знакомой в последние годы его жизни Вот этот сборник Тоже один из последних Изданных при его жизни Он мне подарил в 1986 году Дорогой Веры Юрьевне и яе поважанному семейству С повагой и любовью Михася Стрельцов Так получилось, что Миша не стало почти ровно через год Он никогда не делал карьеру Никогда не писал ни о комсомоле, ни о партии Все, что он писал, это было какой-то исповедью Может быть, он один из немногих белорусских поэтов В чьем творчестве появился лирический герой Он был и поэтом, и прозаиком, и критиком Но и в прозе, и в литературной критике он прежде всего был поэтом Очень хорошо о нем сказал Олеся Адамович Он назвал Мишу Стрельцова Моцартом белорусской поэзии Миша, ну, как сейчас говорят, не светился, что ли Он не часто бывал на телевидении Где мы постоянно делали программы О современных белорусских авторах Вот эти последние годы У него появился Очень такой странный взгляд Как он смотрел на человека Смотрел в глаза Потом этот взгляд улетал дальше За человека Куда-то за горизонт И такое ощущение было в каждый момент Что он улетел отсюда Как бы его здесь нет Может быть, он что-то чувствовал Может быть, предчувствовал Как говорят, что человек существует в двух мирах Во внутреннем и во внешнем И гармония между этими двумя мирами Она возможна только в детстве Может быть, поэтому Ну, в какой-то период творчества Жизни Осмысления Земной жизни Миша стал обращаться Именно к своему детству И вот этот образ мальчика Его, юного В детстве Синим взглядом Как-то он меня особенно Ну, зацепил Я повернулся И далей Пайшов Дыхмары нависали И не прозрысти Не светлей То и на небесах Лес писали Молчало Удаля Часело Але чомусь Не сдалося Что уще тут память тяжело Ни одного А многих Лесов А подалося В этот день Светлое Такого догорая Не покидаючи Надей Со мною Разом Помирая Смотрю я на его фотографии И думаю о том Что ну Не похоже на Простого сельского Парня Благородное лицо Красивое лицо Умные глаза Очень обаятельное Спасибо родителям Спасибо судьбе Спасибо Богу Михаил Леонтьевич Стрельцов Родился 14 февраля 1937 года В деревне Сычан В Могилевской области С детства Тянулся К красоте К гармонии Люди по-разному Относятся К этому миру Кто-то жалуется На свою судьбу И видит Далеко не самое Красивое А вот он наоборот Ему хотелось Увидеть красивое Хотелось Увидеть светлое Это наверное Было тогда Подсознательно Но потом это все Выльется в его Произведениях Отразиться Как в зеркале В 1959 году Он закончил Отделение Журналистики Белорусского Государственного Университета Филологического Факультета Потом он Работал В газете Литературы Мостатства В журналах Молодость Полыми Но самое интересное В том заключается Что где бы он не работал Он всегда работал Творчески Что бы он не делал Потому что Все что он делал Оно было освещено его душой Его чувствами Это очень важно Когда ты работаешь И при этом работает твоя душа При этом Очень сильно бьется сердце Его внук Живет не в Белоруссии Хорошо понимает Кто его дед Читает его произведения Попросил бабушку Привезти книги на белорусском языке Он стрельцов Это ведь так важно Что есть еще Один стрельцов Стоял и я На этой круче Як звон Был день Катиўся сош Туды Дзе гэты берых злучан Змаленством Тым, што баса нож С парою той Якою дали Свою сенечу И смугу На развітання мне отдали Отдать назад їм Цезмагу Нас С мехасем Сближал Не только университет Нас Сблизил Огульный Берах Нашей маленькой родимы Сажа Мы Суседи зим Географичные Оказалися И он Се Славгородска района Я С Чырыковска На звязь была одна Рака Наша Маленства Сож Яго галуба Рашулка Яка обегла Яго Пад в окнами Упадаю в сож Які прачекал Пад в окнами Маёй Бачковой хаты Это был Восемьсяц пятый год Едзем до яго Увёску Не доезжаючи метров Трыста И он просит Спынить машыну И он Падышов Вось До гэтых берозок Для дороги И так глядзев Забилаванем На свою вёску А в очи Блищали Я бачил их Слёзы Зайшоу Зайшоу Ужито Вось И ше Аз дымак Мехась Стоить Ужито Для Своей Вёске Приезжаем у вёску Сустракая Яго Мама А вось Тая Сустреча С мамою На своем дворе Для Своей Хаты Но завтра Выехали звёзки И знову Летых берозок Спынилися И знову Мехась Зайшоу Ужито Терамил У пальцев Голосочек Долго Долго Глядзев На свою вёску Потом Подошёл До меня Выйти в слёзы И сказал Разбитываюся Видать Я Бачу Своё Попов Пошли Раз Порывисто Сел В машину Мы поехали И теперь Я думаю Боже мой А кое острое Уголо Прочуванье Прозгод Помёр Бачка И ещё Прозгод На нашу землю Пришёл Чернобыль Мама яго Выехала З вёске У районный центр До Сястры А овёск Закопали Мы Живём Ещё Дня Смехачём Стрельцовым У литературы У своей памяти Кто его Ведов Кто его Читая Мы Все Его Любили И Любим Это Наша Была Найбольш Яркая Найбольш Чистая Зорка У Нашим Литературным Поколении У Поколении Словутых Шестидесятников По характеру он был человеком спокойным, тёплым, Тактичным Или как говорят Деликатным Женат был дважды От первого брака две дочери Вторая жена Елена С ней он Познакомился случайно На вечеринке у друзей А случай И есть судьба Ей было двадцать четыре Ему тридцать два Поженились Красивая Успешная Дочь Олеся Она живёт в Одессе Внук Матвей Ему Двенадцать Лет Друзья Их было много Рыгор Брадулин Янка Брыль Олесь Адамович Анатолий Кудровец Фома Воронецкий Многие-многие Другие Были Компании Разговоры по душам Застолья И иногда это Заканчивалось не совсем хорошо Но у творческих Людей Это в порядке Вещей Всё было хорошо Семья И талант И друзья И близкие Люди Рядом Только вот Жизнь Оказалась Короткой Незаконченная Жизнь Всего 50 лет И Я Михаил Стрельцов Имя Известное И очень дорогое Для меня дорогое В первую очередь Это Это Мой Любимый Человек Муж Отец Моей Дочери И за все Душа Душа Когда Люди Находятся Ну как теперь Принято Современно Говорить На одной волне Вот Я Я Я Я Сказала Что Я Прожила 18 лет С моим мужем Очень счастливых Конечно Были моменты Огорчения Они были Но Сейчас Помнится Только все Самое 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 Близкое Самое Родное Вспоминая Мишу Читая его Книги Думаешь Боже мой Как же ж я жила с таким человеком Он великий человек Великий писатель Его нет Но разлюбить его нельзя Нельзя разлюбить Как мужа Как отца Как любимого мужчину Невозможно Это просто Невозможно Почуться тыя Что взлетают Сирот буденности на нас Нас над буденностью вздымают Як надоходясь ихний час Тогда и ладно И привычно У час призначенных хвилин В душу расчуливая И клича Об нейкой страте Вспомин Врачи обнаружили в него Редкую форму Рака Рака Ему сделали операцию Хотя Надо сказать Что при болезни Он не выглядел Как онкологический Больной А вот через полтора месяца После операции Он умер 23 августа 1987 года Михося Леонтьевича Стрельцова Не стало Мне б так сказать Мне б так сказать Я Сдолил Заручить Себезуластной Думкой И свой голос Птушиной Песней Сдолил Наточить Собрал Расу Якою умылся Голос Я Думаю Голос Что я хотел Что я хотел Что я хотел Что за проява Отгласья Я с ним Что сам я отлетел Душа Взяла И засталась Марсия Все равно Где бы мы Не причали бы К островам ле Сиреневых птиц К мысу радости К скалам печалили Не подняв нам устали Преслить Продолжение следует